Николай Николаевич, привет! Очень рад с тобой снова ежегодно встретиться тебе. И меня очень тронуло то, что ты в пятницу в начале выступления внес слово про инвалидов, про людей, которым дома было бы полезно иметь какие-то лекарственные травы. Вот как ты думаешь, эта тенденция, она будет развиваться в России. На мой взгляд, это одно из самых перспективных направлений, потому что все остальное очень сложно. Обычно, как правило, тебе приводят, а зачем вам это? У вас же есть и какую-то приводят альтернативу. Хлопок, например, водка. Ну, не важно. В этом случае тут люди находятся в таком состоянии, что они находятся в отсутствии альтернативы. И тут мы им даем какой-то вид, мало того, который по большому счету укладывается во все те правильные, ограничительные функции, которые накладывает в нас государство. А именно продуктовая безопасность и импортозамещение. То есть мы отвязываемся частично от иностранцев. Второе, мы это все точно можем делать на своем оборудовании. Мы вот лучше всех представляем, что мы точно можем это сделать. Вот. И нам вообще никто не нужен. Мы это можем сделать внутри страны полностью. Все. Может быть, чуть подороже, если без китайцев. Ну, грубо говоря, будет. Вот. Но, тем не менее, у нас все есть. И специалисты, и технологии, вплоть до... Ну, по факту, говорят то, что поразительно, если такой, ну, как бы, так, как наши, все вот лезут в глубину, как бы, вот, есть только в Чили. Потому что все остальные этим не интересуются за пределами образовательных очереждений. То есть, как правило, идет, что вот, типа, вот, воткнул, вырос, срубил, продал. Ну, вот, как бы, какие-то вот такие вещи. Что тоже понятно, на самом деле. Да, да, да. Люди решают какие-то свои простые задачи. Вот. А наши как-то тут вот из перфекционизма лезут в какую-то там адовую глупь вообще. Вот. Что всех удивляет. Да. И вот то же самое, говорю, мне рассказывали про чилийцев. Вот. Что вот, как бы, вот есть точно такой же. У них там тоже, там, не очень много денег. И вот, и очень много не занятых специалистов с высшего образования, которые могут просто вот заниматься автоматизацией, потому что не имеют альтернативных источников завтра. То есть, в Штатах, там, если у тебя, там, ты, ты, взгляд, у тебя, там, зарплата пятера, наверное, как были, там, ну, что ты себя чувствуешь нормально. А, то есть, работаешь? А, да, да. И ты им, как бы, как вот, там, да в той уже Таиланде, вот, говоришь, если у тебя высшее техническое образование, ты, в принципе, в принципе, в конце там стоят люди, которые тебе говорят, пойдем работать к нам. А у нас тут все выходят и говорят, ну, вот, чисто поле в основном. Вот. Не знаю, конечно, надеюсь, нас не переводят на английский. Ну, короче, честно говоря, уровень докладчиков русских и иностранных, он просто небо и земля. Но, откровенно говоря, я не могу сюда привести ведущего, ученого по эфирамасличным растениям из Вагенингинского университета. И из Токио не могу привести, и из Берлина, наверное, не прилетит. Вот, вернее, будет денег стоить нам, что мы там в билетике, там, ну, каждый по 50 долларов за это добавит, и тогда, может быть, он до нас доберется, вот. А тут мы попросили, к нам пришел человек на русском языке, рассказал вот эти вещи. Вот он очень подробно говорит, у нас есть такие специалисты, они могут делать, мало того, он понимает, что это несложно, то есть там-то обычно все говорят, о, это великая наука, тролли-вали, вот. А тут человек приходит с обратной стороны, но он просто занят молекулярной генетикой, то есть он-то летным шаманством занят, как бы там, с дорогими приборами, вот. Поэтому это все, как бы, там, ну, правда, это инвестиция, наверное, меньше миллиона рублей, ну, как бы для образованного человека, чтобы по себе стоимости все собирать, вот. В принципе, можно собрать и маленькую биотехническую лабораторию, и там уже, как бы, вот, просто мы, в принципе, сейчас находимся в такой фазе, вот. И оттуда, собственно, самые большие коврижки ждем, потому что последние пять лет, если не ошибаюсь, даже в нашей стране, самый большой конкурс на биотехнологов, 25 человек на место. То есть настолько уже тенденция. Потому что, в общем, ну, как бы, это, если тебе, вот, тебе в будущее, вот, рвешься, то, вот, собственно, это, наверное, дорога. То есть если ты рвешься в будущее, смотри в сторону биотехнологий. Я думаю, ну, это робототехника недолго продержится, робототехнику лет за 20, за 10 нам даже разрулят, сейчас их пододелают, а потом сделают 3-4 айфона, которые вот просто у нас будут все за нас это делать, как бы, и вот ты уже туда, вот этот рынок никак не войдешься. В рынок мобильной связи ты сейчас только с чехлами зайдешь, мысли аппарат сделаешь, там есть вот Apple там внизу и все, как бы, какие-то хулярды, чтобы туда влиться и удачу. И ты, может быть, ушел поиск. Вот, с роботами, как бы, вот эта штука сейчас происходит. Скоро вот они определятся, и это тоже кончится. Ну, как бы, оно скоро начнется и закончится. По свету то, что и производители уплотняются, и меняются новые тенденции, появляются. Дем вот этого универсального айфона, да, который, ну, а тут тоже, это как, может быть, будет с пластиковыми окнами. Их нет уже, пластикового универсального окна. Каждый раз приезжает замерщик и застает тебе. И вот, возможно, что вот эта вся тема сети-фермерства, мне кажется, она будет строиться по вот этому, например, рынку. То есть, все пытаются родить стандартные устройства, вот, а, как бы, нужна технология, судя по всему, и ее поддержка. А технология, как бы, соответственно, даже если она у тебя есть, и ты ее продаешь, тебе все равно нужен кто-то, кто будет по месту это обслуживать и собирать. Вот поэтому вот это все, вот это вот. Вот эти люди, все, кто здесь, они точно будут трудоустроены на этом рынке, потому что, как бы, потом нужно будет отучиться, как бы, понять, там, получить его. А этим людям нужно будет просто в какой-то момент времени зафиксировать то, что они знают. Вот, возможно, получить эту бумажку, кто еще этим не задачился. А многие, опять-таки, я тут всем говорю, идите учиться. Идите учиться. Всем дядя Коля говорит, идите учиться обязательно. Идите бумажки, да. И мало того, если вот у вас уже есть высшее образование, тут можно пойти даже, например, не магистратура, вот тоже, вот та же Елена Львовна, Маланкина, она читает в Тимирязевке. Приходишь, у тебя получается бумажка, Тимирязевская, о повышении квалификации, вот, где написано, что ты специалист по первичной переподготовке лекарственных трав. Это, как бы, сильно лучше, чем ничего, вот, намного. Потому что эта бумага, собственно, образца, почему-то занимаешься этой темой, да, вот. И, собственно, я про то, что все движения, если в них завязаны образовательные учебные заведения, как бы, значительно тяжело рассматривать через криминалитет, потому что, ну, как бы, потому что все понимают, что вот есть научная деятельность, а можно там заниматься. Да, 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 да. И вот, возвращаясь к инвалидам, опять-таки, что... Кинвалидам, угу. Мы можем все сделать сами. Есть желание у государства помочь этой социальной пострадавшей категории, вот. И они сами все не против, я уверен. По форме, скорее всего, как в этих землях принято, будет так, что будет какой-то стандартный пакет документов, и люди будут, ну, грубо говоря, им выделяют деньги, подрядчик это дело возводит, а обратно кто-то, ну, получает субсидии на... То есть, короче, скорее всего, производство этих сети ферм для инвалидов будет субсидировано государством. То есть, не сам сети фермер дома, а это будет производство? Сам сети фермер будет дома, но в конце его, как бы, частично ему компенсируют. То есть, грубо говоря, там ферма, положим, она там в конце сертифицированная, и там собранная в России будет дорогая, понятно. Ну, да, да, да. То есть, предположим, всегда стилаштой стольник, я думаю, оформленный со всеми документами, и произведенный без Китая, вообще без Китая, а полностью из нашего железа, все у нас покрашено, все напаяно здесь. Будет стоить 1300, я думаю. Ну, грубо говоря, я думаю, что тут Родина просто компенсирует, например, 250 каким-то фондом в какое-то время. И люди, которые умеют с этим работать, тоже там ставят свое колесико и немножечко заработают. И в этом плане им тоже, я думаю, этот момент будет интересен. То есть, огромный поток денег, грубо говоря, который пойдет, его надо будет распределять. То есть, это людям, этим будет интересно. Инвалидам это интересно, понятно почему. И как бы производителям оборудования тоже, то есть, как бы здесь такая вин-вин ситуация, я не могу понять, где она может провалиться. То есть, мало того, как бы, а ситуация такая, что инвалидов у нас очень много. И говорят, что просто, если, ну, не приведи Господь, на митинг выходят инвалиды, то просто какая-то будет картинка там, инвалидов разгонять вообще грусть грустная. Никто не говорит о построении какой-то там наркосети на инвалидах. Мы говорим о том, что мы решаем проблему конкретного человека для того, чтобы он меньше болел, лучше себя. Мы повышаем его качество жизни, я думаю, повышаем его благосостояние в том числе. В общем, я считаю, что это вот такая важная тема, которой вот, ну, надо, вот у нас, с которой надо работать. В которой ты прикладываешь огромное количество усилий. Я стараюсь, и сейчас всем спасибо, все молодцы, один бы я точно ни хрена не увидел. Спасибо тебе, что ты с нами, что ты есть, все тебя называют отцом, и это не случайно. Спасибо, спасибо, парень. Спасибо, парень. Субтитры создавал DimaTorzok